Квакер. У Квакера пропала дочь. Когда ее нашли, перерезанное горло оказалось самым незначительным из ранений. Убийца. Да не будет упомянуто его имя. Не смог совладать с чувством вины и ужаса, как он сказал. И ровно через день после годовщины ее смерти пришел сдаваться в полицию. Хотя он просил смертной казни, судья приговорил его к пожизненному. И убийца был сослан отбывать наказание в тюрьму Синг-Синг. Прошло долгих 17 лет. И убийца уверовал в Господа. По-настоящему. Он изменился. И если он был психопатом раньше, он изменился. Но история не о нем. Прошло еще много лет, и власти наконец поверили в то, что его вера не развод, что он серьезный, что он и вправду раскаялся. И его решили освободить. Он подыскал местечко, где собирался просто и радостно прожить оставшиеся годы. КОНЕЮ СИРЕНА 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 Продолжение следует... Но ему была уготована отнюдь нерадостная участь. Через 11 долгих лет убийца ёбнулся окончательно. И как-то зимней ночью он вспоминает строки из одного католического трактата. В нём говорится, что единственные, кто точно попадёт в ад, это не душегубы и не насильники, а те, кто наложил на себя руки. И убийца решает, что это прекрасная мысль. По крайней мере, в аду не будет квакера. И он перерезал себе горло. На последнем, что увидел убийца, был старик, который достал собственную бритву, приставил к своему горлу и сделал разрез. Психопат номер 2 ... ... Иван encontнулся.